Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, родители спалили за курением, боюсь какой разговор меня ждёт, но я совершеннолетний, они всё равно осуждают меня за это. Тем более, отец сам курит. Прошу вас, скажите, как бы скандала, сказать родителям, чтобы не лезли ко мне с этим упрёком. Ну, здесь, пожалуй, вот в первую очередь нужно, наверное, как-то понять, что без скандала совсем, наверное, не получится, потому что если родители вас уже, как вы говорите, спалили, то есть уже есть вот такой элемент, что вас, ну вот, спалили, то это означает, что между вами нет доверия, это означает, что, в принципе, ну, как-то вот мотивация у вас не совсем, скажем так, совпадает. То есть, у вас, например, там цель одна, да, у ваших родителей там, грубо говоря, цель другая. Вот, и, соответственно, в этой ситуации невозможно быть скандал, потому что, ну, младители просто будут как-то реагировать на то, что вы, ну, не соответствует их взглядам, да, не соответствует их, значит, целям, не соответствует тому, чего они хотят. Вот. И, соответственно, они это переживают, они, ну, испытывают в этом смысле, так скажем, фрустрацию. Вот. И вряд ли можно обойтись в данном случае, ну, без скандала. Да, да, то есть это невозможно. Невозможно, потому что, эээ, как бы с экстрами, с экстрами скандал, он будет просто по причине, эээ, наличия фрустрации. Вот. Вот. От этого, от этого, к сожалению, никуда не деться в данном случае. Вот. Вот. Но. Но. Вы сами можете не делать скрабы, скраб в скандал, сами можете, эээ, ну, вот, в каком-то смысле, не участвовать в скандале. Вот. Для этого вам желательно определиться с вашими целями, да, то есть, ну, как бы определиться с тем, к примеру, что вам нужно, определиться, значит, со своими приоритетами, которые у вас, вот, имеют место быть, да, то есть, ну, вот, именно, вот, приоритеты, то есть, для меня, что, эээ, что для меня важно, эээ, вот, ну, на данный, на данный момент, момент я имею в виду, что для меня важно, эээ, чего я хочу, в том числе, чего я хочу для, для родителей, эээ, вот, не только для ребят, эээ. Вот. И необходимо понимать, что, как это не парадоксально звучит, но, в общем-то, это, эээ, вот, то, что происходит, это попытка, 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 вас, эээ, как-то защитить, вот, и, ну, в общем-то, это первая реакция, то есть, первая реакция, это, отрицание, вот, но потом, со временем, если вы, уверены, в том, что вы хотите, если вы, если это не просто, вот, ну, такое мимолетное увлечение, да, это, это, прям, то, что вы хотите, то, со временем, у родителей не останется, не останется, не останется, другого выбора, скажем так, кроме как, кроме как принять вашу позицию, вашу позицию, просто смириться, смириться и так далее. Ну, вот, эээ, просто если вы хотите, чтобы вас уважали, если вы хотите, чтобы ваша точка зрения уважали, чтобы ваша точка зрения относились всерьез, то необходимо, конечно, конечно, эээ, последовательно, спокойно ее, эээ, продвигать, вот, то есть, ну, родители могут, эээ, кричать, действительно, могут скандалить, вот, но, как бы, самое время напомнить им о том, что вы свершеннолетние, что разрешение вам не нужно, ну, вот, другое дело, что, ну, многое зависит от того, какие у вас родители, то есть, тут могут, могут быть где-то сковоры о том, что, раз ты свершеннолетняя, да, значит, обеспечивай себя сама, и так далее, и так далее, и так далее, это неприятно, вот, поэтому, я бы готовился здесь к тому, что, ну, что вам, в какой-то степени, возможно, пришло время обеспечивать себя самостоятельно и заботиться о себе самостоятельно. Ого, вот, потому что многим родителям не нравится история, что их дети говорят о самостоятельности свершеннолетия только, когда им идут, вот, это, на самом деле, не лишено истиной, потому что, действительно, свершеннолетие не только права, но и обязаны, вот, если вы, условно говоря, не готовы, эээ, подчиняться, эээ, ну, подчиняться, да, ээээ, каким-то правилам, каким-то, ээээ, скажем так, нормам, которые, которые устанавливают для вас ваши родители, вот, это ваше полное право, никто вас, никто вас не заставляет это делать, но, эээ, в таком случае, если вы не готовы это делать, да, то, вот, имеет смысл, конечно, ээээ, ну, в этом смысле идти дальше, то есть, что имеется в виду, да, то есть что имеется в виду под идти дальше? Идти дальше в смысле, что, ну, если вы, ээээ, хотите, если вы хотите быть самостоятельным, то будете самостоятельным во всем. Ну, в принципе, можете в какой-то степени так своим родителям сказать, что я становлюсь самостоятельно, да, я хочу жить так, как и так я хочу, и, соответственно, хочу себя обеспечить и прочее, 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 вот. Тут много-много-много нюансов, не хочу ни в коем случае вам советовать что-то, в любом случае, самое главное, не то, что вы говорите, потому что слушать вас, ну, слушать, вот именно конкретно слушать вас, конкретно слушать, вас, скорее всего, не будут именно слушать, вот, то есть тут не так важно, что вы говорите, на самом деле, а здесь гораздо важнее то, как вы говорите, вот, не что, а как, вот, понимаете, да? Вот, и, соответственно, если вы говорите вот спокойным, уверенны в голосе, вот, то это гораздо более значимая, гораздо более, ну, гораздо более ценнее, чем если вы, там, как-то, вот, начинаете, ну, кто-то спорит с вами ради, да, и пытаться им, значит, что-то доказывать, вот. А на мой взгляд, ситуация вот, ну, примерно такая, на может это повторюсь, вот, решать, решать вам, решать вам, как действовать, вам решать, на мой взгляд, по-крайней мере, я думаю, что имеет смысл прислушаться, значит, к тому, что вы чувствуете к своим родителям, то есть, ну, прислушивайтесь к тому, вот, какие у вас чувства к родителям, то есть, как вы относитесь, прислушивайтесь к тому, любите ли вы их, благодарны ли вы им, или, там, соответственно, что-то еще, что-то еще, может быть, вы чувствуете, что-то еще, может быть, вы ощущаете, то есть, вот, эти моменты тоже постарайтесь выделить, вот, и им донести, вот. Один из ключевых моментов, это то, что родители должны быть уверены, что вы знаете, что вы делаете, вот. Вы знаете, что вы делаете, вы, условно говоря, осознаете все последствия того, что, ну, того, что вы делаете, вот. И родителям очень важно это понимать, очень важно это знать, очень важно это видеть, что вы, вот, ну, что вы знаете, что делать. Для родителей это, пожалуй, самая главная история. Поэтому, если вы сможете показать родителям, что и для чего вы делаете, что и как, то все будет нормально. Вот. Так или иначе, никто вас заставить уже не может. Вот. Вы свершенолетние, вы свершеноверные. Здесь сказали все, что вы действительно свершенолетние, вы правы жить, вот. Ну, жить так, как вы и хотите жить. Ну, вот, это абсолютно нормально и естественно. Вот просто родители это вообще не поняли. Это процесс, к сожалению, болезни недостаточно. То есть, для родителей это процесс не происходит. Ну, вот, если вы сможете вызвать, вы, если вы сможете вызвать у себя некоторые позитивные чувства к родителям, то есть, ну, какие-то теплые, да, какие-то нежные и как-то вот не, допустим, ну, не скатываться в какие-то обвинения, да, и так далее. Вот. Если вы сможете это сделать, то разговор пойдет гораздо лучше, чем, потому что родители ждут, что, ну, вы, как-то вот. Ну, родители ждут, что, что вы будете их обвинять. Вот. Если вы этого делать не будете и встретите их, значит, ну, с пониманием, скажем так, вот, то я думаю, что все будет хорошо. То есть, ну, в конце концов, они вас поймут. Точнее, может быть не поймут, а примут. Вот. Самое главное, не вступать в перебалку какую-то. Вот. Еще один очень важный момент, который хотелось бы обратить внимание, это момент, где вы пишете про то, что курит ваш отец. Вот. А мне, как бы, вот с таким, ну, с таким нарративом вы это сказали, да, с таким контекстом вы это сказали, вот, что мне, например, показалось, что вы, вот, как будто бы, знаете, ну, обижены, что ли, на срываться, вот, что-то. Тут нужно быть честной. Ну, вам. Здесь нужно быть честной. Если вы действительно чувствуете, ну, чувствуете за что-то обиду на своего папку, то имеется, не слабо сказать. Не слабо сказать. Не слабо сказать о том, что вы там, ну, вас это обижен, может быть, он даже этого не знает. Вот. Вот. Ну, только не держать это в себе. Вот. И, конечно, если это говорить, то говорить это не в момент разговора, когда разговор пройдет, потому что, ну, момент просто будет выглядеть как то, что вы, ну, меняете, значит, меняете тему, да, уходите от темы. Вот. Я не думаю, что то, что вам, ну, то, что вам нужно. Вот. Я думаю, я думаю, как-то так можно вам ответить с точки зрения психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Вот. Ещё один момент, как мне тоже, кажется, момент такой достаточно. Достаточно. Серьёзный, это момент, связанный с тем, что вы боитесь скандала, да, вот. Если вы, ну, в этом смысле, вот, боитесь скандала, да, да, если вы его, кто опасаетесь с этого скандала, вот, то вот тут нужно поработать с уверенностью в себе, потому что, ну, вот, если вы не будете уверены в себе, то, опять же, ради вас очень быстро это пересекута, ради вас очень быстро это поймут, ради вас очень быстро это замечут, и, в этом увидят некую вашу, так скажем, слабость. Вот. что, конечно, нежелательно. Ну, понятно почему, да, там что-то не позволит вам, ну, быть на равных с ними. Вот. Как-то так, на этом, на этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, и я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это, вот, позволит вам начать над собой работу, вот, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Удачи. Обращайтесь.